Всем привет! Сегодня я буду учить вас технике нанесения тональной основы по принципу запечения. Уже довольно давно я пообещала вам это видео, но все как-то я не садилась его делать по той или иной причине, но сегодня мы все-таки с вами подробно разберемся, что это такое, для чего это нужно, как это делается и так далее и тому подобное. Хочу тоже немножко рассказать вам предыстории касаемо этой техники. На самом деле, как и достаточно много трендов в последнее время, эта техника пришла к нам от Див Травести Шоу. Да, не удивляйтесь, на самом деле действительно очень много трендов в последнее время заимствуется именно оттуда. Первым взрывом было контурирование, после чего взорвался полностью весь интернет контурированием, все учились, как правильно нужно контурировать, дальше был стробинг, потом мы сейчас видим технику запечения. И на самом деле это в принципе довольно логично, потому что именно у Див Травести Шоу и можно откопать какие-то настолько уникальные приемы и техники, которые могут кардинально изменить ваше лицо, что, собственно, они и делают. Конечно, таким образом не стоит краситься ежедневно, но если вам предстоит какое-то событие, какое-то мероприятие, это отличный способ выглядеть просто как куколка с фарфоровой кожей. Фотографии будут просто обалденными получаться. И в последнее время я получаю массу просто комментариев по поводу того, как в видео выглядит моя кожа. Пришел даже такой комментарий, что моя кожа в видео выглядит лучше, чем можно было бы сделать в фотошопе. Для меня это комментарий просто вынос мозга, но на самом деле я отрабатывала тонкости этой техники, подбирала продукты и вот как только вот все уже сошлось так, как мне нравилось, начало, естественно, это все отображаться и в моих видео. Поэтому если вам в последнее время нравилось, как выглядит моя кожа, и сейчас вам нравится то, что вы видите у себя на экране, обязательно продолжайте смотреть, потому что я вам детально расскажу, как этого эффекта добиться. Давайте, наверное, расскажу с того, что у меня сейчас на лице уже нанесено. Я нанесла только три продукта уходовых. Первое это средство под глаза, у меня это Mizon Snail Repair Eye Cream, обычный базовый увлажняющий крем. Также я нанесла довольно-таки сильно увлажняющую сыворотку на лицо, чтобы лицо, вот как сейчас, наверное, видно, уже имеет вот такое вот довольно сильное сияние. У меня это White Mandarin, сыворотка, витаминный концентрат, лифтинг эффект. Вот такой вот сывороткой я сейчас пользуюсь, и именно она у меня на лице. И последнее, что я нанесла, это бальзам на губы. Это органический бальзам Little Bird. Это был подарок от моей подруги Лены, очень классный бальзам. Я его обожаю наносить перед тем, как делаю макияж. И уже в конце, когда дело доходит до губ, губы как раз-таки очень такие пухлые, увлажненные получаются. Переходим к нанесению тональной основы. Я сегодня буду использовать тональную основу от Too Faced, которая называется Born This Way. У меня это оттенок Nude, и последние пару месяцев я, по-моему, исключительно только этой тональной основой пользуюсь, потому что она меня устраивает абсолютно всем. Она создает очень красивый, светоотражающий такой финиш. Лицо кажется безумно просто сияющим с этой тональной основой. И в то же время она имеет очень плотное покрытие, но ее практически незаметно на лице. Вот сейчас вы все это увидите. Я наношу... Здесь особо никакой техники нет. Я наношу вот так вот несколько капель на все лицо. Мне приблизительно нужно две полные помпы для того, чтобы сделать именно такой очень насыщенный макияж. Такого плана макияж, который я делаю именно для съемки видео. То есть, если для повседневной жизни, может быть, мне хватило бы и одной, или полторы помпы. Но так как я сижу перед камерой, а камера очень сильно любит замечать эти недостатки, то, конечно, лучше немножко побольше для создания именно идеального такого тона. И вот, кстати, я не сказала, сразу начинаю растушевывать я это все спонжем. У меня это самый простой спонж. Я свои покупаю в Фаберлике. Я уже об этом рассказывала. Я говорила, что они являются моими фаворитами, потому что они безумно дешевые и в то же время наносят они очень классно. То есть, вообще никаких претензий я к ним предъявить не могу. Очень мягкие и спонж тоже я намочила и выдавила. Хорошо его выдавила, чтобы он остался именно таким еле-еле влажным, но ни в коем случае не мокрым. И вот таким вот образом сейчас вот просто мне осталось нанести тональную основу на все лицо. Распределить ее. Все, тон на своем лице я выровняла. И теперь я перехожу к консилеру. Здесь есть уже особая фишка. Консилер в этой технике используется очень светлый. Так как у меня и так светлая кожа, я выбрала максимально просто белый оттенок, который смогла найти в линейке вот этой вот Alley Girl, которая называется Pro Conceal. У меня это оттенок Porcelain. Это реально очень-очень светлый консилер. И сейчас вы тоже на это посмотрите. Значит, как его нужно наносить? Высветляется в первую очередь треугольник под глазами. Также высветляется центр лба, подбородок, возможно, переносица. То есть высветляется все по классике, то, что находится в центре. То есть если мы визуально сделаем овал на нашем лице, а овал это как бы идеальная форма лица считается, то все, что находится в середине этого овала, мы высветляем и таким образом как бы подчеркиваем это. Ну, в общем-то, сейчас опять-таки вам это все продемонстрирую. Значит, берете консилер и наносите его вот таким вот образом. Обязательно вот сюда вот во внутренний уголок глаза нанесите консилер. Очень часто там бывает торчат венки, у кого-то фиолетовый, у кого-то синий. Если туда консилер не нанести, то создается все равно такой уставший вид на лице. То же самое с другой стороны. Как вы, наверное, можете заметить, косметики уходят просто тонна для этого макияжа. И, естественно, в повседневной жизни это делать ни к чему. Но если вам предстает какое-то там мероприятие, куда нужно пойти, то это очень неплохой вид макияжа, потому что выглядеть вы действительно будете очень хорошо с таким макияжем. Ну, не на каждый день, естественно, этот вариант. Центр лба. Моя боевая раскраска готова. Теперь нужно приступить к растушевке. Опять тем же спонжем я это буду делать. И здесь старайтесь сильно там вот как бы вот так вот не делать. То есть старайтесь сохранить вот этот вот все равно светлый оттенок, чтобы он все-таки не исчез и не растушевался вместе с тональной основой. То есть так очень любя нажимаете на спонж, чтобы все-таки не растушевалось это все в какой-то единый цвет, и у вас не получилось просто супер бледное лицо. Такого рода консилер также доносится еще под зоной коррекции. То есть если вы будете очень сильно корректировать скулы, то именно под скулой, то здесь у вас будет корректор, здесь корректор как бы у вас уже будет заканчиваться, и именно под эту зону наносится тоже очень такой светлый консилер или какой-то корректирующий очень светлый оттенок. Для чего это делается? Опять-таки для усиления эффекта. То есть если вам нужно уже совсем такие вот четкие острые скулы, тогда естественно наносите тоже еще в эту зону. Я сегодня так делать не буду, тем более у меня коррекция не такая классическая, скажем так, просто под скулы. У меня скорее это вот такая вот должна быть коррекция, потому что у меня лицо по сути, в принципе, прямоугольное стало в последнее время. И хотя скулы как бы у меня немножко появились, то есть их видно, но все равно вот зона подбородка у меня довольно широкая для моего лица, поэтому у меня коррекция будет вот такая вот, для того чтобы как бы визуально создать овал. Поэтому я не буду играться сегодня с этим корректором, потому что все равно вы этого эффекта не увидите. Но если вы корректируете сугубо скулы по классике, да, вот как миллион видео на YouTube учат, то под вот эту зону наносите тоже и вот так вот легко растушевываете. Теперь, собственно, главная фишка этого макияжа и техники запечения в целом, это рассыпчатая пудра. У меня это пудра с тонирующим эффектом, это Gina Mac Gray Professional Makeup, оттенок у меня Luminous Beige. Опять-таки, это был подарок тоже от моей подруги Лены, как и бальзам для губ. Безумно мне понравилась эта пудра, конкретно для техники запечения, потому что она имеет, опять-таки, очень серьезный такой светоотражающий эффект. Для именно фотосъемки, может быть, не лучший вариант конкретно, эта пудра, потому что она может давать белый отцвет при вспышке, но если идет видеосъемка или фотосъемка без вспышки, а именно с статическим освещением, тогда тоже отлично просто вариант. Не уверена, что вы сможете ее достать, но я, насколько знаю, это австралийская марка, Лена в Австралии живет, поэтому ищите что-то в своих закромах, тонирующую какую-то пудру, которая достаточно тоже будет светлого оттенка, и что мы сейчас будем с ней делать? Я беру тот же спонж, тот же влажный спонж, которым я наносила тональную основу, очень хорошенько его вот так вот макаю в эту пудру, набираю ее, и эту пудру я буду дублировать там, где я наносила консилер, то есть в зоне под глазами, вот именно очень-очень плотным слоем ее вот так вот наносим. Сейчас половина испугалась, выключила видео, и все, но продолжайте смотреть. Наносится вот так вот именно острой формой. Старайтесь не слишком близко к глазам подносить пудру и очень осторожно вот так вот похлопывающими движениями ее наносить, потому что если такое количество пудры начнет попадать в глаза, вы еще не успеете докраситься, будете плакать просто огромными слезами. Поэтому опять беру пудру и снова наношу зону под глаза. Вот это, собственно, и есть запечение тональной основы. Какой здесь принцип? Вы наносите эту пудру, пудра вступает в реакцию с тональной основой и консилером, они вместе запекаются на вашем лице. Из-за того, что температура кожи у вас достаточно высокая, то есть не комнатная, естественно, то пудра вступает в реакцию, запекается как бы, и таким образом макияж потом выглядит просто безупречно. В принципе, я с этой техникой согласна. Я тоже, когда первый раз смотрела, я просто в шоке была, насколько много нужно использовать косметики для достижения этого эффекта. Но опять-таки, раз в 10 лет сделать можно, поверьте. Ничего страшного как бы не произойдет. Опять-таки здесь дублирую. Я очень люблю тоже на кончик носа наносить. Это, во-первых, очень классно фиксирует, а во-вторых, потом тоже как бы красиво выглядеть начинает. И на подбородок не осталось. И опять-таки оговорюсь, если вы делали коррекцию по скуле, вот так вот на вот эту зону, вот сейчас я вам продемонстрирую, вот так вот, будет наноситься еще вот эта пудра. Я вот слегка ее нанесу. Вот. И когда уже только сугубо эта пудра, уже видно вот эту всю скульптуру лица, она начинает очень сильно прорисовываться. По крайней мере, я сейчас очень сильно вижу, где у меня выступающие зоны, а где наоборот такие более плоские. Теперь сидим, ждем, запекаем. Нужно так посидеть, ну, хотя бы минут пять. То есть абсолютно ничего не трогать, не пытаться дальше наносить макияж, заняться своими делами, не знаю, полистать инстаграм. Короче говоря, пять минут вот так вот посидеть. Я сейчас, собственно, это и сделаю, и вернусь к вам через это время, и покажу, что делать дальше. Все, тональная основа моя запеклась. Теперь я беру кисть. Можно брать абсолютно любую, которая вам будет удобно смахивать остатки. И, собственно, сейчас я буду смахивать все остатки. Опять-таки, я вам советую закрывать глаз там, где вы махаете кистью, потому что если все эти частички начнут вам сыпаться в глаза, ничего хорошего от этого не будет. И везде остатки струшиваете. И что вы должны на этом этапе получить? Это абсолютно такую бархатную кожу. И вот если сейчас присмотреться, то все равно видно немножко вот эти границы, где была нанесена пудра, но в то же время ощущение на коже просто безумно мягкое. И, кстати говоря, когда наносите вот в эту зону и запекаете так пудру, то потом тени тушуются вообще просто на раз. Очень легко тушуются. И если даже что-то опадает, опять-таки, очень легко это вот так вот смахнуть. Абсолютно ничего не начинает таять, не начинает пачкать вот эту зону. В общем-то, безумно просто мягкая кожа получается таким образом. Брови готовы. Теперь давайте закончим макияж лица. На этом этапе вы можете сделать коррекцию лица или же просто нанести бронзер. Коррекцию я сейчас делать не буду, потому что это тема, которая достойна отдельного вообще видео. Это очень сложная, глубокая тема. Поэтому я решила просто нанести бронзер. Этого вполне достаточно для завершения такого рода макияжа. Я сегодня буду использовать бронзер от NYC Sunny. И чем отличается нанесение бронзера от нанесения корректора, так это тем, что мы не делаем бронзером какие-то острые черты лица. Мы его просто наносим на те зоны, где мы быстрее всего загораем. То есть это самые выпуклые части лица, скулы, лоб. Особенно вот эта вот часть быстрее всего загорает. Можно нанести немножко на нос. Я очень люблю эту зону наносить бронзер. Это делает лицо сразу настолько более свежим. И опять-таки это создает отличный контраст между белой пудрой, которую мы наносили, и нашим бронзером. Сюда тоже на центр наношу шеи, для того, чтобы просто выровнять как бы общий тон лица, чтобы у меня не было супер загорелая кожа и в то же время супер белая шея. Последнее слово в этом макияже за хайлайтером. Я обожаю просто в последнее время использовать хайлайтер от ELF. Это Shimmering Facial Whip. И конкретно этот оттенок Lilac Petal. Очень классный оттенок. Это розовый, но в то же время не настолько насыщенный розовый, чтобы вы поняли, что это розовый. Но для вот такого цветотипа, как у меня, этот хайлайтер просто вообще творит чудеса. Наношу его довольно жирно вот так вот сначала, а потом беру вот три пальца и начинаю растушевывать. И прохожусь вот так вот до арки брови сверху. Вот так вот. Такой вот. Вживой он выглядит тоже очень круто, потому что нет в нем вообще никаких частичек блесток. То есть вообще для глаза непонятно, откуда берется вот такое вот свечение, но в то же время что-то в нем есть такое, что очень сильно отражает свет и создает именно такой очень влажный эффект. На этом с лицом в принципе все. Сейчас я еще сделаю макияж глаз и покажу вам финальный результат. И на этом мы, наверное, с вами будем прощаться. Обязательно оставляйте комментарии. Не забудьте перед уходом подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! И дайте угадаю, если вы допустили какую-то ошибку в макияже, вам нужно что-то немножко убрать или исправить какую-то линию, вы, скорее всего, хватаете ватные палочки. А если к вам неожиданно нагрянули гости или вы открываете холодильник в поисках хаотичных чего-то сладкого, вообще ничего нет, это тот вариант, который готовится из того, что в принципе всегда есть под рукой, но, по крайней мере, у меня эти ингредиенты всегда под рукой есть.